Всем привет, вы на канале CryptoCommons и смотрим мы сегодня даже не на биткоин, а на МНТ, друзья. Посмотрите, как неплохо его накачивают деньгами. МНТ, для тех, кто не знает, может быть, или забыл, это практически DeUro, самостоятельный токен платформы MontyNetwork. Он же раньше назывался BitDAO, а де-факто это, конечно же, мы все понимаем прекрасно, что это биржевой токен Bybit. Просто они очень круто сделали, в отличие от всех остальных. Они заранее предусмотрительно ушли от преследования SEC. Таким образом, что типа у них нет официального токена биржевого, поэтому идите нахуй. Но на самом-то деле мы все понимаем, что у SEC такие щупальцы, что они их просто раскинут на любой токен. И им будет даже пофигу, что это неофициальный их токен. Хотя, я помню, очень круто было в кейсе у EOS, было очень круто, когда они перешли с блокчейна Ethereum на собственный блокчейн. И все судебные предъявы оказались к пустышкам и фантикам старым. Кстати говоря, MNT тоже так сделали. И в этом плане, опять же, если будут у кого-то предъявы к MNT, то они будут к ERC20 MNT, который как эфирный токен выглядит. Но это будут просто фантики и пустышки, друзья. Потому что настоящая MNT уже переходит на свой собственный блокчейн нищая. И вот что мы видим здесь, что он отбивается от сетки EMA Ribbon, как сам не свой, и выглядит очень по-бычи. Потому что я вам напоминаю, что MNT изначально назывался BitDAO и стоил примерно 3 доллара. На предыдущем листинге еще это был конец бычки как раз. И выглядело это примерно вот так. Так что теперь, если сейчас он пойдет, вернее не если, а когда он пойдет переписывать свои хаи, то он может улететь там и на 10, и на 20, и на 100, и на 200. В какой-то момент. Опять же, дисклеймер, не финансовый совет. Может быть, это произойдет в 2025 году. Но я думаю, что это произойдет, если мы видим в долгую с вами макро бычий рынок в целом по криптопространству. То есть мы видим, что триллионы долларов, триллионы тезера просто хлынули в этот сраный рынок. И мы все еще здесь, внизу. То есть еще Mass Adoption, в принципе, это даже не начинался. Да, BlackRock скупает как сам не в себя. И будут по любому коррекции, по битку и по всему остальному. И об этом мы тоже сейчас поговорим. Да, тем не менее. Эфир. Мы видим, что уже практически переписывает свой All-Time High. Эфиру надо подняться еще на 40%, чтобы дойти до All-Time High. Соответственно, на 40% с чем-то, чтобы его переписать. В принципе, еще, кстати, есть с чем работать. Давайте так, по эфиру. Реально есть с чем работать. Раз уж мы его открыли, давайте взглянем. Небольшой теханализ по эфиру. А если вы залетели к нам впервые или случайно, то обязательно ставьте лайк, ребята. И проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Потому что вы очень много пропускаете, если нет. И на колокольчик также у вас нажато. Проверьте ли. И в телеграмчик тоже вот здесь, который у вас на экране сейчас летает. В виде самолетика и QR-кодика. Проверьте, подписаны ли вы, дорогие друзья. Потому что там еще гораздо больше алертов. В том числе и про MNT стейкинг. Супер вообще горячую акцию, о которой мы с вами поговорим буквально через минуту. Так вот, эфир, на котором изначально MNT был как токен написан, дошел точно до 0.78 FIB. Посмотрите, откорректился от нее. И сейчас потенциально тестирует 0.61 FIB как поддержку. Вот. Опять же, да, сетка MNT выглядит по быче. Мы развернулись. Все классно. Ну вот здесь мы тоже разворачивались. И, кстати, когда сетка дважды разворачивается, вот этот ложный разворот, это уже, как правило, все. То есть, ну, грубо говоря, чем больше раз она разворачивается в правильную сторону, тем лучше. И посмотрите, здесь мы поперли уверенно, отбились отсюда, как от поддержки. Зеленый money flow. То есть, как говорится, лангую не хочу. Да, эфир по всем параметрам идет, конечно, выбивать all-time high и летит куда-нибудь на 1.68 по Fibonacci. Это 7500 баксов, если что, друзья. Легко вообще. Легко. А оттуда с небольшой коррекцией на 12 тысяч долларов, например, на 2.168. Если мы в бычке, чуваки, вот это произойдет легко и вынесут всех вообще там. Не только Рафаэлев, там и Микеланджело вынесут с Донателло, понимаете? На таком сквизе. Имейте это в виду просто. Поэтому никогда нельзя на 100% выходить из ракеты. Тем более, когда бычий рынок только-только начинается по многим монетам. Но! В краткосроке, в среднесроке, в краткосроке, это сильный уровень. И мы все еще не переписали all-time high. Поэтому здесь, наоборот, вероятно, что мы можем еще пойти в более серьезную коррекцию. Куда-нибудь на 0.38 Fibonacci, хотя бы на 0.5 в район 2.900 заколоть, чтобы ликвиднуть лангистов. Вопрос в том, куда мы пойдем сейчас в краткосроке. Ведь если вы этим торгуете, то вам нужно знать, куда цена пойдет сегодня или завтра, а не через год или два. И в этом, кстати, основная ошибка неопытных трейдеров, потому что никто не знает, что будет в краткосроке. Да, вы можете скальпить этим на 5 минутках по ссылкам из описания. Но вон, посмотрите, опять же, тут был, грубо говоря, если вы такой крутой трейдер, то вот вы сейчас должны, по идее, покупать, да, или что, или продавать. Смотрите, 5 минутка, вроде бы сильный уровень, ретест, двойное дно потенциально, да, и лонг. Но! Также и пробой уровня, смотрите, пока я это записываю, говорю, вот давайте посмотрим. Также потенциально, если мы опускаемся вниз, смотрите, максимумы понижаются, а минимумы тоже и остаются. Это локально даунтренд, смотрите, красная история. Поэтому для меня лично вот это 5 минутки, это как раз уже больше напоминает рулетку казино, а в долгосрок я примерно понимаю, что происходит. Поэтому, если вы не хотите раз трейдить все, что у вас есть, буквально там, просто поймите, большинство людей на булране реально сольют все деньги. Так обычно и происходит, поэтому все и растет. Вы не думайте, что все растет, потому что всем дают заработать. Всем дают заработать, только никто не зарабатывает, ну, большинство людей теряет на этом. Вот, поэтому да, эфир у нас смотрится в целом, конечно, по быче, но не исключаются сквизы. Помните, что эфир даже на бычьем рынке умеет складываться на 75% иногда. Вот, поэтому да, биткоин в этом плане, конечно же, самая надежная лошадка. 69К снова тестируем, 69800 ниже 70, снова биток. Ну, вот сейчас все будут орать, ребята, это, ниже 70, уже все орали, ниже 70 уже не дадут, вот, дают теперь. И сейчас все будут орать, ребята, хватай, пока ниже 70 долго пирожок горячий не будет валяться. Но, на самом деле, тоже, смотрите, 30-ти минутка, медвежье отвержение, и мы, риббон, мы идем, похоже, что вниз, ребята, по биткоину. Потому что, да, у нас тут есть очень сильные, друзья, продажи на старших таймфреймах. Вот эти сильные продажи, они отметились даже на дневке, по-моему, по ТРДРу. То есть, как минимум, здесь какой-то флет сейчас или боковик по биткоину ожидать стоит, на мой взгляд. И, может быть, даже дамп. Я, честно говоря, уже давно вам говорю, что я ожидаю дамп. Локальный дамп, опять же, не глобальный. Локальный, хороший, такой среднесрочный дамп. То есть, посмотрите, у нас тут все это было, давайте уберем все эти каракули, вот. У нас все это было, по сути, уже этот дамп начался, вот он. Многие, да, скажут, наверное, что он уже закончился. Это была коррекция на 18%. Но вот, на мой взгляд, маловато 18%. И, как вы помните, мы смотрели на стриме на днях, если вы были с нами, с МС-ом, что 0.78 уровень мы оттестировали. Посмотрите, ничего сверхъестественного не произошло. Мы по биткоину даже хай локальный не переписали, в смысле all-time high не переписали в этой локальной квартире. А дошли всего лишь до 0.78 уровня Fibonacci, где появились сильные продавцы. Поэтому, на мой взгляд, вероятнее сейчас коррекция. Как минимум до уровня 0.5, это 67.400. Или уровень 0.38.2, это 66.65.900. Либо даже там 0.23, почему нет, 63.700, где мы были. Вот тут был сильный блок покупателя. То есть, я думаю, что мы сейчас увидим какую-то такую фигню пружинчатую, либо вообще просто резкий дамп, кстати. Я-то вообще не против увидеть резкий дамп со сквизом ниже полтинника, чтобы ликвиднуть всех. И потом уже более здоровым образом как-то отскочить, начать консолидироваться и расти. Я вот лично за такой вариант. Напишите, за какой вариант вы. Может быть, не такой сильный дамп, но куда-нибудь хотя бы вот, я не знаю, ну вот к этим значениям, 62.300, вот у нас тут был сильный уровень, отзеркалить хотя бы его, правильно? Потому что, ну все, мой реально рынок уже очень сильно перегрет. Так вот, пока такая непонятка и болтанка происходит с биткоином, да и вообще со всем рынком, это как раз и хорошо для альтсезона. Потому что в такие именно моменты, когда биткоин идет вбок или даже вниз на бычьем рынке, альтсезон, альты аккумулируются и начинают стрелять. И это то, что мы сейчас с вами видим, что многие альты начинают стрелять. Вон, уже по показателям, даже посмотрите, по показателям альткоин год или биткоин год, мы с вами всю дорогу вот здесь говорили, что надо покупать. И вот уже идет выстрел в 41%, то есть мы уже идем не просто в альтсезон, а в альткоин год. Посмотрите, некоторые монеты выдали по 10 иксов за этот год уже. Это только прогрев, понимаете, в альтсезоне они дают по 100 иксов, а здесь они уже выдали по 10, по 5 иксов. При том, что биткоин выдал пока всего 2,5 икса за год, всего-то, всего-то. А матика и XMR вообще в минус ушли. Лайткоин выдал всего 8% за год, чуваки, а там 9, вот. Посмотрите на вот эти цифры, флоу всего 1,5 икса, XRP выдал всего 20%, 1,2 икс. Короче, ничего еще не улетело, понимаете, о чем речь. Эфир выдал всего 2 икса, вон, с H-баром и с V-чейном. Поэтому, друзья, хочется отметить следующую вещь, что MNT, на мой взгляд, все еще очень-очень-очень дешевый, но в краткосроке мы не можем его точно спрогнозировать. То есть, смотрите, мы понимаем с вами, что в долгосрок MNT летит в бесконечность, скорее всего. Ну, куда-то там на десятки сотни иксов. Но в моменте мы не понимаем, будет памп или дамп. И то, что они дают сейчас такой высоколиквидный стейкинг, о котором я вам хочу сейчас рассказать. Вообще, обычно, когда дают стейкать монету, зачастую, особенно перед медвежьим рынком, это не очень круто, потому что ты не можешь ее продать, и все начинает падать, и в итоге ты настейкиваешь какое-то количество, и оно, собственно, идет в минус. Монета падает, ты не можешь разлочить, ты говоришь себе, блин, что же я делаю это такое, надо было все продать, зашартить с плечом. Но это на самом деле не так все. Это все не так работает. Потому что, помните, я вам показывал. Даючи, помните, про ОМ мы с вами говорили? Про ОМ? Мы с вами говорили про ОМ, который мы накапливали всю эту дорогу вот здесь. Он падал, падал, помните? Скамился, скамился, с полдоллара упал на до 2 цента. Все это стейкалось дело. И все говорили, вот скамина, зачем, зачем? Мы это все падение докупали, усредняли, засовывали в стейкинг. Потом простейкали его год, или даже сколько, два. Два года мы его простейкали, но я где-то полтора. Настейкали еще 2,5 икса где-то. И после этого он улетел, друзья, этот ОМ. Никому не нужный ОМ, понимаете? Это даже не мотив. Улетел на 50 иксов и настейкал еще 2,5 икса. Вот, то есть мы уже в 100 с чем-то иксах в плюсе. И да, тут тоже многие, причем, опять же, главное не торопиться продавать. Потому что, когда он улетел на 20 иксов, многие продали вообще все. Причем вот тут уже на коррекции даже не на 20 иксах. А когда мы начали падать вот здесь вот, да? И на коррекции к сетке вот здесь. То есть всего-то на 10, на 12 иксах многие распродали почти все. И даже это нормально, извините меня, всего-то, всего-то 11, 12 иксов. Вот, а на самом деле, посмотрите, что он сделал. Он после этого откорректировался точно. Обратите внимание, это просто пример. Как ОМ, это просто пример технического анализа. Он откорректировался до сюда, до сетки М и Риббен на дневке. Мы накинули здесь сетку Фибоначчи, уровни Фибоначчи. Смотрим. И что мы видим? Он улетел после этого на 1,68, пробил его 2,68 и дошел сразу до 3,68. Просто я к тому, что мы всегда недооцениваем экспоненту, друзья. Поэтому возвращаемся к МНТ. Естественно, дисклеймер, не финансовый совет. Но что мы видим? Монета начинает делать то же самое. Начинает туземунить. И давайте так. Часть, конечно, если вы в плюсе, уже продаете, часть оставьте на трейды. Но часть, друзья, если вы в долгосрок играете, и вы инвестор, если вы играете в крутого долгосрокера криптоинвестора, будущего этого Уоррена Баффета, типа Майкла Сейлора, так держите МНТ в долгу и не дайте себе их проторговать. А для этого все очень просто. Надо засовывать его в стейкинг. Потому что стейкинг реально решает. Когда вы на медвежке все сливаете, у вас монеты из стейкинга разлочиваются и превращаются в кучу бабла. Поэтому дисклеймер, не финансовый совет. Но я что делаю? Я подключаю свой метамаск. Я подключаю метамаск. Да, я подключаю свой метамаск. Надо переключить. Здесь надо переключиться в сеть МНТ. В сеть МНТ нужно перейти. Вот она как раз. Вот здесь меняются сети. Для тех, кто не знает, как пользоваться метамаском, друзья, у нас есть обзор по этому замечательному Web3.0 кошельку, который не нуждается в представлении. Вот с таким вот лисенком. Я думаю, что все, кто немного в крипто теме, и так умеют им пользоваться. Но если вы недавно в теме, то посмотрите этот видеоурок. Сейчас он появится сверху, чтобы вы все поймете. Короче, нажимаем здесь еще раз попробовать. Что-то он затупил. Нажимаем подключить метамаск. И он говорит, ребята, подтвердите вот здесь вот коннекшн. Да, и мы ему говорим, окей, чувак. А, все, аккаунт коннектед. Блядь. Ой, извиняюсь. Аккаунт коннектед, он говорит нам. Может, надо шилдз в Brave вырубить? Сейчас посмотрим. О, да, ребята, если вдруг у вас что-то глючит, не подключается, и вы используете Brave браузер, как и я, то вот здесь вот в левенке надо вырубать шилдз. Это защита от антиреклама, это антитрекеры. Короче, их вырубаете, и все еще раз работает. Вот, смотрите, аккаунт 1, вот у меня здесь 5000 МНТ. Нажимаем Next, коннект, и погнали. Все, вот он подключился. И теперь, что мы можем сделать? Мы можем залочить МНТ. Ага, Асепт, 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 еще раз говорим ему. Асепт, да, вот он все. Вот, видите, что мы можем сделать? Мы можем залочить МНТшки в стейкинг. Вот он говорит, сохраните часть МНТ для газфи. Можно сохранить, вот, 5000 МНТ я захочу застейкать. 26 МНТ оставлю на комиссию газа. Все, собственно, я это и делаю, друзья. Я вчера еще застейкал Атома немного. Я что-то вдруг подумал, что надо таким образом от себя, как бы, себя обезопасить от того, чтобы торговать, иметь возможность вообще вывести и торговать всю крипту. Потому что, как ни крути, мы все где-то в душе, в глубине души. Мы также, на самом деле, больны этой лудоманией. Потому что, ну, чуваки, реально, давайте посмотрим в глаза правде. Все, кто торгует криптовалютами на биржах, так или иначе, частично лудят. И иногда торгуют в минус. Поэтому давайте вот таким образом хеджировать риски. Так, прекрасно. Комиссия за транзакцию всего 0,04 доллара в сети МНТ. Да, очень важная предпо, очень важная в сети МНТ. Очень важно сделать еще сноску, что это в сети МНТ, а не эфириум тоже происходит. 237 долларов. Ну, вот это какой-то глюк. 5000 МНТ, это не 237 долларов. Он уже стоит сколько у нас. Короче, я подтверждаю эту транзакцию. Да, все. Вот я залочил свои МНТ. Залочить их можно, соответственно, еще месяц с 27 марта по 26 апреля. Друзья, то есть это все будет происходить до халвинга биткоина. Я вам напоминаю, что халвин биткоина примерно 20 апреля, сразу после дня велосипеда великого. И что еще хочется, раз уж я это вам напоминаю, то напоминаю, что халвин биткоин кэша через 5 дней буквально. Вот почему он так сильно растет. Но вернувшись к МНТ и к его локингу, стейкингу, давайте посмотрим, когда мы сможем их разлочить. Это тоже важно. А разлочить мы сможем их, ребята, в любой момент. В любой момент мы можем их разлочить. Прикиньте, какой крутой стейкинг. То есть на самом деле он просто убирает все остальные стейкинги, которые есть, потому что не надо ничего ждать. Да, и реально вот они пишут, что вы можете сколько хотите залочить МНТ, и вы можете разлочить их в любое время вместе с наградами, когда только захотите. Вот. Так что, ребята, имейте это в виду. Награда будет в Этена Шартс. Это такие кусочки какой-то новой очень крутой экосистемы на всей вот этой движне. Но самое главное, что вы должны понять, что это происходит в сети уже МНТ. Это не сеть Эфириум. Потому что я допустил эту ошибку в начале и потратил 10 МНТ зря. Я вывел их сначала в сеть Эфира вот сюда, с Байбита. Да, МНТ, соответственно, купить можно на Байбите легче всего. Вот с Байбита, когда вы будете выводить на свой Метамаск, вы выводите не в сеть Эфириум, потому что эти МНТ, они уже пустые фантики, а вы вводите сразу в сеть МНТ. Как добавить сети в Метамаск тоже это есть. Но если вы зайдете на этот сайт, он вам сам автоматически предложит добавить сети. Короче, таким образом мы, собственно, и хеджируемся, друзья, от того, чтобы сливать все монеты на фьючах. Это реально вам дисклеймер, прям финансовый совет. Хотя обычно я говорю не финансовый совет. В плане не конкретно про МНТ даже, а в плане того, как самому от себя делать такие вот холодные заначки. Вот, в целом в долгую To The Moon, что тут скажешь еще. BNB 600 баксов, охренеть просто можно. BNB BTC. Я буду набирать шорт по BNB BTC. Я жду эту скамину вниз вот туда, после еще более сильного отскока, но вниз вот в этот накопительный канал. Поверьте мне, мы там будем году в 26-м. Я практически в этом уверен. Но дисклеймер, не финансовый совет. Биткоин трэш я жду еще наверх. Я думаю, он отрастет, так как у него халвинг. Сейчас его накачают. Халвинг памп сделают куда-нибудь на 1000, на 2. Там все, Фома опять повпрыгивает, идиоты. И вот там надо будет его уже шорт скальпить. А пока мы видим вот такую фигню веселую. Поэтому ракета, ребята. Всем ракета. У меня какая-то морковка, да, получилась? Или хрен пойми, что? А не ракета. Всем ракета и парашют. Мне понравилось. Два смайлика сегодня. Ракета и парашют. Или что это? Блин, я рисовать не умею, короче. Вот. Это скорее какой-то череп еще, да, такой? Да, это какая-то вообще веселье. Это вот фишка в чем. Это череп и кости. И суть в том, что большинство, именно никто не умеет лонговать, он окажется вот этим трупиком, который спрыгнет даже без парашюта. Просто с черепом и с костями. И разобьется. Поэтому, друзья, обязательно соблюдайте риски, чтобы не жевать потом и риски. А у меня на этом все. С вами был Гринни. Всем профитролей. Хорошего настроения. И, как всегда, после того, как я прощаюсь, я посмотрю еще одну монету. Это Эфириум Классик. Мне очень нравится технически, как сейчас она отбилась от сетки, как все у нее выглядит, как красный манифлоу только-только собирается закончиться. И мне также очень нравится фундаментально природа этой монеты в том, что это не скам. Понимаете? В том, что это не скам. И вот мы натягиваем двойную сетку Fibonacci, чтобы увидеть, как говорится, в 3D практически все эти уровни. Ребята. И понять, что мы еще даже на 0,23 не дошли. То есть тут как бы 50 баксов валяются на дороге, считай. А вообще, я думаю, что мы идем в золотой карман на 120 баксов. Но дисклеймер. Не финансовый совет. Все это растет медленно, потихонечку. Но и потом в итоге быстро, как грибы из-под дождя. Друзья, всем профитролей. Спасибо, что смотрите. И скоро увидимся. Пока-пока-пока-пока-пока. Если вы не зареганы еще на децентрализованной бирже Apex Pro, это биржа от Bybit, то я не знаю, что вы ждете. Ссылка на нее в описании. Ну и да, что. Я на ней, кстати, открыл уже хеджевый шорт по битку, потому что сколько можно расти в моменте. И вот он в плюсе на 10 долларов. У-ху-ху, чуваки. Грини шортит. Грини шортит биток по 70к. Ну и на Bybit я ограничивался тем, что я просто очень сильно, что я просто собрал еще часть прибыли и перевел, собственно, все это дело в MNT. Ну, у меня было MNT, плюс я еще докупил MNT немного и засунул его в стейкинг. Напишите в комментарии, что делаете вы. Шортите, релангуете, как у вас настроение. И до встречи в следующем видосе. Пока-пока-пока. Или на стриме. Обязательно проверьте, что вы подписаны к нам в телегу. Это тоже очень важно. На Twitter, comments, нижнее подчеркивание, крипто. Если вы используете Twitter, то у нас там вот такой хендл. И на Bastion тоже, конечно же. Ну и, короче, на все ссылки в описании, друзья. Лучший обменник WebMyCash. И скоро увидимся. Пока.